Здравствуйте, я доктор Амина. Добро пожаловать на мой канал, где обычно я просто честно и по существу говорю об актуальных вопросах дерматологии и косметологии. Друзья, сегодня я пробую новый формат. Буду комментировать уход за кожей разных знаменитостей. Назовем рубрику «Звездный уход». Об этической стороне вопроса. Да, меня не просили давать комментарии. Ко мне за консультацией никто из тех, кого вы увидите сегодня, не обращался. Но поскольку комментарии к видео на канале Вок Раша открыты, это значит, что любой желающий может высказаться. Это, как я понимаю, не запрещено, а значит и врач-дерматолог, специалист по уходу за кожей тоже имеет право сказать свое слово. Еще я рассчитываю на то, что Вок Раша не заблокирует мое видео, как минимум потому, что с Вок Раша мы уже сотрудничали. Я писала для них статью на тему дермопланинга. Кто не читал, переходите по ссылке под этим видео. Ну и, конечно же, ссылки на все ролики с канала Вок Раша я тоже закреплю в комментариях. Приступим. Первой у нас будет Полина Гагарина. Всем привет, дорогие друзья! Я Полина Гагарина и сегодня я расскажу вам о том, как я делаю свой дневной макияж. Поехали! Ей в этом году 34 года. Я возраст буду назвать не потому, что я эйджист, а потому что возраст важен для понимания того, насколько правильно подобран уход. Начнем с того, что мы протрем лицо, очистим его полностью с помощью биодерма. Кожа у меня реактивная, сразу краснеет, ну и быстро успокаивается. Полина сама сказала, что кожа у нее реактивная. Это такая готовность к розации. Она быстро краснеет и покраснение быстро исчезает. Скорее всего, кожа чувствительная, метеочувствительная, реагирует на солнце, ветер и мороз. Полина показала нам мицеллярную воду биодерма. Биодерма. Это средство доступное, стоит около 18 долларов за 500 миллилитров. Это средняя цена по миру, я буду говорить в долларах для удобства. Но, о ужас, я не увидела, чтобы Полина биодерму смывала с кожи лица. Запомните, вне зависимости от того, что написано на упаковке мицеллярной воды, мицеллярную воду нужно смывать. Иначе это чревато повреждением эпидермального барьера со всеми вытекающими отсюда последствиями. Высыпаниями, зудом, жением, покраснением, ранним старением и так далее. Почему так? Потому что мицеллярная вода это смесь поверхностно-активных веществ и воды. То есть, иными словами, если говорить максимально просто, это смесь мыла и воды. Поэтому смываем и смываем обязательно. Тоник Полина не используют, это допускается, это возможно, это нормально, потому что биодерма это щадящее очищающее средство, сбалансированное по ПАЖ. Но все равно его нужно смывать. Батчи под глаза. В последнее время я использую Шайнис, противоотечные патчи. Они прям влажные-влажные. Наносим и ждем космический эффект. Патчи. Ну, все просто сходят с ума по этим патчам. Смысл патчи в том, что они холодные. За счет контраста температур происходит дренирующий эффект. Плюс патчи некоторое время не дают влаге испаряться из эпидермиса. То есть, временно сокращается ТПВ или трансэпидермальная потеря воды. За счет этого поверхностные слои эпидермиса набухают и кажется, что морщин стало меньше. Ну, собственно, вот и все. Никаких волшебных эффектов у патчей нет. Вот конкретно эти патчи в своем составе содержат кофеин, экстракт арники и каштаны. Это тоже усиливает противоотечный эффект. Стоят эти патчи около 13 долларов. В принципе, довольно бюджетная цена, но все равно увлекаться ими не стоит. Можно, конечно, их использовать для особых случаев. На каждый день желательно взять просто какой-то увлажняющий крем. Крем для век, например, от Клиник или у Нюкс есть неплохое средство. Пока у нас держатся патчи, мы пользуемся для увлажнения эмбриолизмом и делаем базу под макияж. Крем-концентрат увлажняющий от Эмбриолиз. Это бюджетное средство. Стоит около 10 долларов за 30 миллилитров. Как и Биодерма, французская аптечная серия. Неплохое гипоаллергенное увлажняющее средство. Но только как база под макияж. Потому что просто как увлажнение для такой кожи, как у Полины, его будет мало. Это действительно неплохая гипоаллергенная база под макияж. Она выравнивает кожу неплохо, но не подойдет вообще для жирной кожи. Это абсолютно точно. Мы подержали патчи 10 минут. Мы их снимаем. Под глазами кожи младенца. Гигиеническая помада с эффектом скраба. Теперь можно начинать наш гибной макияж. Так, дальше уже пошло нанесение средств для макияжа. В целом, как для утреннего ухода, Полина молодец. Кожа не вредит. А это самое главное. Не навредить и не перемудрить. Особенно с реактивной кожей. Средства у Полины Гагариной простые, понятные, гипоаллергенные. Не звездные. Вполне себе бюджетные, доступные. Но патчами все равно увлекаться не стоит. А мицеллярную воду обязательно нужно смывать. Дальше у нас Вера Брежнева. Всем привет. Меня зовут Вера Брежнева. И сегодня я покажу, как делаю макияж для мероприятий или для праздников. Вере в этом году 39 лет. Обычно перед макияжем я стараюсь успеть сделать патчи. Чем Вера умылась, непонятно. Может, она вообще кожу утром не очищала. В некоторых случаях при сухой, реактивной, гиперчувствительной коже или при том же ихтиозе, так может быть, в этом ничего страшного нет. Я сама так частенько делаю. Я просто даю возможность коже отдохнуть от каких-либо поверхностно-активных веществ, которые входят в состав различных умывалок. Какой ужас, вы скажете. Нет, это не ужас. Все зависит от потребностей конкретного человека. Если я нахожусь дома, я делаю вот эти патчи. Пептидные патчи, их нельзя делать каждый день. Разглаживают и увлажняют немного кожу. Так, опять патчи. Пептидные патчи для области вокруг глаз. Родом из Кореи. Стоят около 50 долларов. Честно скажу, я с этими патчами никогда не сталкивалась. И вы обязательно меня спросите о моем отношении к корейской косметике. Корейская косметика, как и любая другая, может быть хорошей или плохой. Все зависит от конкретного средства. То же самое можно сказать о российской косметике, украинской косметике, французской, итальянской, японской и любой другой. Есть действительно очень классные средства. Есть средства провальные. Страна, производитель это не гарантия высокого качества. Это не гарантия того, что средство вам подойдет. Я посмотрела состав. Действительно, конкретно эти патчи больше дадут эффект разглаживания мелких морщин. Противоотечный эффект у них не такой выраженный. Ну, конечно, с патчами нельзя ходить часами, как любят наши женщины. Это категорически просто нет никогда. Вот такая длительная окклюзия действительно может навредить зоне под глазами. Кожа не будет нормально испарять влагу. Эпидермис будет набухать. И из-за этого мы можем впоследствии получить еще больше морщин под глазами. Еще большую сухость. И с такими жалобами ко мне уже неоднократно обращались. Поэтому, пожалуйста, длительность экспозиции не дольше, чем рекомендует производитель. Дальше у меня есть волшебнейшее средство, которое мне посвятовала моя визажиста Ника Кисляк. Наношу я его просто как спрей, обычный, как термальную воду. Я обожаю этот спрей. Такими похлопывающими движениями я его как будто, вы знаете, помогаю ему впитаться в кожу. Так, восстанавливающий спрей. Значит, я нашла. На iHerb стоит порядка 10 долларов за 240 миллилитров. В составе аминокислоты и микроэлементы. Ничего против не имею. Аминокислоты действительно входят в состав натурального увлажняющего фактора. Это хорошо. Это будет давать некоторое увлажнение коже. Но, Вера, у вас кожа сухая. И вас это, скорее всего, не спасет. Вам нужно подобрать хорошее увлажняющее средство, в состав которых будут входить церамиды, холестерин и жирные кислоты. В равной пропорции, желательно. Одного восстанавливающего спрея недостаточно. О правильном увлажнении я, кстати, вот в этом видео рассказывала. Вам также можно окислять кожу с помощью домашних пилингов. Желательно, чтобы это была именно молочная кислота в концентрации от 5 до 10%. PH 3,5, не ниже ни в коем случае. Можно также скомбинировать с ретиноловыми пилингами. Это уже вам косметолог подскажет, как это сделать. Да, с кислотами ретинол можно комбинировать. Самое главное, понимать, какой выдержать интервал. Вот, кстати, об этом я планировала тоже снимать видеоролик. Если у меня реально совсем сухая кожа, спрей меня не спасает, я беру, ну, буквально горошинку этого крема. Это база от Бобби Браун. Хорошенько растираю ее, опять же, между теплыми пальчиками. И, опять же, вот такими мягенькими-мягенькими движениями, особенно в местах, где вот могут быть заломы от сухости, я потихонечку-потихонечку ее вот так вот наношу. И я чувствую, что после такого моя кожа готова, чтобы я нанесла мейкап. И уже сразу пошла база под макияж. Понятно. Я считаю, что в случае Веры Брежневой увлажнения недостаточно. В составе средств, которые она использует, нет ничего, чтобы могло сохранить эпидермальный барьер. Нас, конечно, предупредили, что это не утренний уход, это просто подготовка к нанесению макияжа. Но я все равно понимаю, что макияж наносится часто, поскольку Вера часто участвует в различных съемках, фотосессиях. Тут не обойтись без средств с холестерином, жирными кислотами, церамидами. На том же сайте iHerb, где вы, Вера, скорее всего, заказываете свой минеральный спрей, есть неплохие средства от ЦРВ и Пикси. Обратите на них внимание. Не забывайте об окислении кожи. Подумайте о ретиноле, о правильном сочетании ретинола с кислотами. У меня обязательно будет отдельное видео. Ну и кто у нас третий? Третье у нас Светлана Бондарчук. Здравствуйте, я Светлана Бондарчук. И я вам сегодня расскажу секреты моего каждодневного макияжа. Светлане в этом году 52 года. Видео снималось летом. Это, кстати, очень важно в этом конкретном случае. Прежде чем начать макияж, конечно, кожу надо подготовить. Лучше, чем скраб, в домашних условиях ничего не очищают. Не очень известно, а может быть только тот, кто отдыхал на Бали, знает эту марку. Достаточно агрессивно очищает. Но мне он подходит и ток покраснения, который возникает после этого скраба, проходит моментально. Каждый день скраб. У Светланы, наверное, плотная и нечувствительная кожа. Ну, не знаю. Нам показывают ежедневный макияж и в домашних условиях не повторять. Штурм. Белый порошок. Прекрасный белый порошок, который можно умыть лицо 2-3 раза в неделю. Честно, грешу иногда, делаю это чаще, потому что кожа после этого порошка. Штурм. Потрясающе. Это правда очень интересная вещь. Далее энзимная пудра. Бренд родом из Германии. Я посмотрела. Цена около 75 долларов. 2-3 раза в неделю. У Светланы Бондарчук кожа просто бессмертная. Если она использует и скраб, и энзимную пудру практически каждый день. Действительно, энзимные пудры очень хорошо борются с гиперкератозом. Они помогают улучшить кожный микрорельеф. Они прекрасно себя ведут при расширенных порах, при гиперкератозе. Но давайте трезво смотреть на вещи. Так часто использовать еще и в такой комбинации? Ну, нет. Нет. Пользуюсь себя Лоджиком, лосьоном. Он есть трех видов. Я взяла сейчас самый мягкий, потому что я какое-то время была на солнце. И у меня кожа была достаточно такая красноватая, воспаленная. Еще один эксфолиант стоит порядка 75-80 долларов. Просто в свободной продаже не найти. В интернете не купить. Его продажей занимаются различные салоны красоты. Клиники, которые связаны с производителем. То есть это салоны и клиники-партнеры. Так, читаю. Что в составе? Глюконолактон, неацинамид, молочная кислота, яблочная кислота, уксус, фитиновая кислота, экстракт лопуха, арники, хрена, сера, алантаин, серин, витамин С. В принципе, активные ингредиенты рабочие. Концентрация кислот, кстати, 6,5%, а PH 3,5. Правильный PH. Средства хорошие. Это бестселлер марки. Все равно я бы не рекомендовала Светлане увлекаться кислотными средствами. В комбинации с абразивами, со скрабами, еще и с энзимами. В целом, вот такой кислотный тоник можно использовать не чаще одного раза в неделю. Ну, хорошо, два раза в неделю. И то в случае, если не применяются скрабы и энзимы. Ну, не может быть такого, чтобы Светлана эти средства наносила одно за другим. Наверное, она их как-то чередует, потому что для кожи это просто тяжелое испытание. Именно по причине покраснения кожи я выбрала, ну, мне мой косметолог помог подобрать сыворотку, которая убирает сосуды. Сыворотка, да. То есть, это не сыворотка, как говорит Светлана, которая убирает сосуды. Потому что сейчас все дружно побегут за этой сывороткой, чтобы убрать купероз. То есть, у Светланы не в сосудах дело. Скорее всего, из-за ее любви к такой агрессии, просто в какой-то момент под действием ультрафиолета возникла проблема с эпидермальным барьером. Появилось воспаление. И именно эта сыворотка помогла ей это воспаление убрать. Да, да. Сыворотка для реактивной и чувствительной кожи. Стоит дорого. В любом случае, это не бюджетное средство. И вот очень легкий для лета эмульсию, которая потрясающе мне подходит. Она работает полноценно, но в то же время не утяжеляет кожу. Потому что все-таки когда так жарко, как сейчас в Москве, приятно что-то легкое наносить. Так, серум того же бренда увлажняющий. Я уверена, что у Светланы жирная, плотная, пористая кожа. Поэтому она и говорит об утяжелении. Естественно, камера качество кожи не передает. Потому что освещение, различные нюансы съемок. Может быть там какой-то фильтр еще дополнительно наложен. Но по тем словам, которые говорит Светлана о потребностях своей кожи, я могу понять, что скорее всего это действительно так. Кожа плотная, жирная, пористая. Если Светлана говорит об утяжелении, если она говорит о том, что ей нравятся скрабы, энзимы, кислоты. Крем Шанель прекрасно увлажняющий. Ну и дальше увлажняющий крем-гель для лица от Шанель. Да, цена примерно такая же. 75-80 долларов. Да простит меня великий бренд Шанель, но средство действительно не очень хорошее. Оно лично у меня было. Я могу сказать, что есть средства, которые обеспечивают увлажнение получше. Но смотрите, в составе спирт на третьем месте. От люксового бренда ожидается, ну, что-то другое. После нанесения на жирную кожу ощущение пленки. Кожа блестит. Запах приятный, бренд известный. Я не знаю, чем это средство так нравится Светлане. Вы все знаете эту прекрасную косметику для волос. Дальше уже волосы пошли. Это не наша тема сегодня. По поводу ухода Светланы Бондарчук. Я бы не злоупотребляла агрессию. Скраб – это абразив. В идеальной ситуации от скраба нужно отказаться. Энзимной пудрой злоупотреблять тоже не стоит. Применять ее можно, но не чаще двух-трех раз в неделю. Кислотный тоник тоже не чаще раз в неделю или раз в пять-шесть дней. Иначе придется бороться с проблемами. Такой опыт у Светланы уже имеется. На момент записи было лето, как я понимаю. И нам показывали утренний летний уход перед нанесением макияжа. Вообще-то кислоты и любые эксфолианты лучше использовать вечером. И еще Светлане в уходе не требовалось бы столько кислоты и эксфолиантов, если бы она обратила свое внимание на такое средство, как третиноин курсом. Но не летом, конечно. Это природный ретиноид, который помог бы Светлане справиться с гиперкератозом, выровнять микрорельеф, сузить поры, избавиться от избыточной жирности. Что мы можем предложить Светлане? Третиноин от Зейнабаджи. Потому что если мы предложим ей какой-либо бюджетный аналог, Светлана вообще не поверит, что это сработает. Возможно, если это не просто жирная кожа, а жирная сиборея, можно наносить адапалин. Это уже лекарственный препарат. Тюбики некрасивые, стоят относительно того же бренда Шанель дешево. Но это тот самый случай, когда более бюджетное средство сработает лучше. И утром тогда осталось бы только очищение, а кислотные средства применялись бы редко. И для того, чтобы просто окислить кожу, это была бы уже просто ацидотерапия. А салоотделение нормализовалось бы с помощью ретиноидов. Ну что, друзья, как вам новая рубрика? Если стоит продолжать, обязательно напишите об этом в комментариях. Надеюсь, это видео было для вас полезным и интересным. Если да, не забудьте поставить лайк. И помните, что лайк это виртуальный и абсолютно бесплатный эквивалент слова спасибо. Подписывайтесь на канал, если вы еще не успели этого сделать. Нажимайте на колокольчик, чтобы регулярно получать уведомления о новых выпусках. Также не забудьте подписаться на мой инстаграм, где я регулярно публикую проверенную научную информацию, которая касается красоты и здоровья. А на сегодня у меня все. Всем пока!